Скульптор Василий Сивцев, живущий в Красноярске, завершил работу над памятником народному певцу Христофору Максимову. Но то, в каких условиях он создает свои работы, вызывает шок у красноярцев. Мастерские превратились из простых и солнечных помещений в морозильные камеры. Если бы не Василий Сивцев, который своими силами старается поддерживать уцелевших мастерских жизнь, скульптурный городок давно бы пришел в запустение. Некогда здесь творили известные скульпторы. Репортаж наших красноярских коллег. Это моя любимая буржуйка, которая, наверное, даже в 21 веке кажется это какое-то чудо. Василий Сивцев кокетничает с буржуйкой не по любви. Уже 13 лет в мастерской холодно, как на улице. До 90-х годов здание принадлежало государству. После распада СССР территория перешла в собственность Союза художников. Денег на содержание не хватало. В начале нулевых мастерских отключили воду и отопление. Но скульптора Василия Сивцева сложности не испугали. Он уже 17 лет творит в этих стенах. Говорит, место с сильной энергетикой. Скульптурный городок построили 40 лет назад. Здесь организовали 4 мастерских. Работало в свое время около 20 скульпторов. Сейчас остался только один. Через образ отца свое мыслитель изобразил. Эту работу делал два года, наверное. На одну работу у скульптора могут уйти года. В таких условиях работать еще труднее. Тем более скульптор сам по себе профессия тяжелая. Требует особых условий труда. Необходимо больше пространства. В работе творцы используют тяжелые материалы. Бронзу, дерево, бетон, мрамор. Несмотря на проблемы, Василий уверен, нужно продолжать творить. Вообще вот эта скульптура, понятие Сибири и Дальнего Востока – это новое явление. Только в 20 веке появилось. А, например, если без прошлого, настоящего нет. И, например, если вот это в прошлые времена люди оставили после себя работу, мастерские, мы обязаны, я так думаю, не то что сохранить, а продолжить. В прошлом году скульптор организовал небольшой симпозиум. В апреле хочет открыть выставку со своими работами. Василий говорит, он счастливый человек, ведь учился и работал с настоящими мастерами своего дела. Но признается, его стремление держится на энтузиазме. Хорошо бы желанию добавить условия. Помещение принадлежит Союзу художников края, для которых содержать его, по их словам, непосильное бремя. А Министерство культуры не имеет права финансово помогать общественной организации. Вот и получается, что работать на энтузиазме. Но сколько в регионе таких скульпторов и можно ли таким образом привлечь молодежь? Вопрос риторический.